Светло Души 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 Его отец был партизаном. И старшая тоже там дочка была. А мать в это время была в Вилейке. Там то ли базар был, то ли еще что-то. Все вот так вот... Рассыпались. Да, не были дома. Вот были только вдвоем они. Васенька этот вот и батюшка Павел. И в такую трогическую минуту вот так вот они остались одни. Да, да. Поэтому, конечно, их смерть мученическая. Их тут сразу и похоронили. Эта могилка известна. Что им в этом месте? Да, да, да. Ну, конечно, священников всегда в ограде церкви хоронят. Все церковные ходы, которые вокруг церкви, когда престольный праздник, здесь, конечно, обязательно преклоняется голову, послужится лития. Вспоминают о нем как священник очень добрый. Отец Павел, да. Вот любили его прихожане. Подоживал уже. Матушка умерла в одной из прихожанок своих. Началась история нашей, так сказать, работы, достаточно активной, скажем, именно с его записи, клиросные записи. Летопись в церкви велась. Это, кстати, очень любопытно. За каждый год читаешь, я с большим удовольствием почитала. И как раз там описаны вот эти военные годы. И вроде коротко, и тем не менее читаешь и мороз по коже, понимаете. То есть он как бы вас ввел в то время, в те события. Да. Соприкосновение вот с его вот этой летописью дало, наверное, какой-то еще духовный толчок. Потому что мы так или иначе занимались потихонечку давно. Разговаривали с людьми, там вот это кладбище восстанавливали. Пытались еще как привлечь, искать архивы. Но, во всяком случае, вот здесь вот благословение, батюшки, было, скажем так, Павла Сосновского на нашу работу здесь. Война продолжается. Весь 1916 год стоят войска в приходе. В течение целого года люди жили в страхе. Вдруг прорвутся враги. Погоревшие прихожане живут в землянках, да и некому ставить дома. Все мужчины на военной службе. Много горя и страха причиняют неприятельские аэропланы. Каждый светлый, непасмурный день летали и бросали бомбы, которые ранили и убивали людей и животных. Даже службу Божию отправлять было страшно. Выгнала врага из нароческого прихода 29-я дивизия. Полки Малоярославский, Вяземский и Старорусский. Некоторые из воинов этих полков пролили свою кровь на наших полях и теперь покоятся вечным сном. Вечная вам память, доблесны неведомые герои. Чёрный город, Чёрный город, Что ты бьёшься над мной, И добычный не дождёшься. Чёрный город, И добычный не дождёшься. Чёрный город я не дождёшься. Что ты бьёшься над мной, Чёрный город я не дождёшься. Мы наведываем войсковые похования для вёски папулцы и русского села. Тут для шашины Сморгонь на высоким насыпным кургане стоит четырехтонный белый поклонный крыш. Вокруг на поляне памятные камяни и карта линий фронту. Капкожный подорожный человек ведал, тут лежать герои великой войны. Поставлен он был на воздвижение креста Господнего. Через год тоже на воздвижение были под захоронения. Вот здесь на берегу реки спяглицы калявёски новосады были подняты батальоном Министерства обороны и перезахоронены. И вот здесь вот извёски принта тоже были 20 войсковцев, які загинули калявёски принта. Это на седьмой? Да, 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 это всё на сутной. Здесь вообще место, где стояла церковь когда-то. Было, наверное, кладбище, которым уже захоранивали солдат, Первой мировой войны солдат, офицеров. Вот дорога, которая идёт на Сморгонь. Сморгонь везли сюда, уже захоранивали. Всё было как положено, что называется, и кресты, и имена, звания. Вот когда всё уходит в небытие, на этом месте стали брать гравий, делали дорогу, строили вот свиноводческий комплекс у нас, вот в той же Нарочи, в школу строили. В общем-то, на костях на этих. Потом здесь был асфальтовый заводик, смолулили, то есть как адово место было. И надо сказать, что водитель, который живёт тут, он оказался, что боялся голову назад отвернуть. Немогчим было бачить вот эти останки, кости. То есть они тут даже выгребали. И, я говорю, весь час молил Бога, Кобьён простил за то, что мы робим. Верующий христианин понимал, что это святотатство. И поэтому на этих дорогах и бьются. Потому что, ну... Вот когда вот человек не ведает, что творит, люди потом не знают, откуда выгребали. И за что мне это? Было, значит, за что? Потом, когда стали строить вот дорогу вот эту на Сморгонь, тут же была Брукованка. Пришли, когда они сюда, Борисович сюда договорился, тогда вот этот холм насыпали. И укрепили его камнями. 27 сентября 2002 года памятник установленным в день празднования воздвижения креста Господня. Так мы ещё можем к нему и подняться, к этому кресту. Покой, Господи, души! Раб твоих воинов на поле брани убиенных. Живот свой за веру царя и отечества, положивших их же имена. Ты сам виси, Господи! Было у нас ещё такое сопротивление. Немного, а почему за царя? Знаете, как говорят, это не наша война. Я говорю, побойтесь Бога. Это практически два с половиной года наша земля приняла газы, кровь, страдания, беженцы. В России фронта не было. Почему это не наша война? Это было единое государство. И мы взяли на себя щит, который дал возможности дальше пройти. Сколько беженцев было? Ситуация вообще с беженцами очень трагична. Возвращались, но тем не менее, даже идти было, когда бомбёжки, когда голод. Когда с детьми ты идёшь под звёздами, под небом, под дождём. Ну вот на этом месте была русско-сельская царква, вязковый погост, у годы Першей Сусветной войны. Тут ховали загинувшие войсковцы русской армии. «За я жду, смертельную рану, подарённым небом, полком, а потом устал, вон я стану». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я расскажу эту легенду. А как раз за нашей деревней стоял шведский кордон. И вёсочка кордон есть такая невеличкая. На этом месте очень большой ручей. То есть вся нарочанка на ключах, все подпитывают её. Поэтому она всегда прохладная, скажем, даже в жару. А этот ручей очень необычный был. Мы даже пригласили из Академии наук, чтобы изучили и обратили внимание. До войны даже здесь стояла запруда, и была маленькая мельничка, такой большой ручей был. Так вот, я уже к легенде обращаюсь, какой-то десант, скажем, перебрался через нарочанку, снял этот весь дозор, кордон этот, и вся армия ринулась туда, и разбита шведы. Командир вот этого кордона, ну, может быть, ранен был или жив, плакал о том, что по его вине погибла эта шведская армия. И вот от его слёз образовался ручей. Но интересное другое. Ну, я говорила учёные, которые, значит, были, химический анализ воды вот этого ручья не похож ни на одни источники в Беларуси. Он идентичен источникам в Скандинавии. Я помню, когда они вначале приехали, удивительно, они ещё так говорят, что в Беларуси нет таких источников. Вот в Скандинавии вот такие, да, вот по химическому. А потом пришла легенда. Я вот когда провожу экскурсию, я говорю, вот видите, это ещё подтверждение тому, что мы принадлежим своей земле. Мы часть нашей земли. И все страдания, всё принимает эта земелька. А деревня шведы осталась? Шведы, а нам так, шведы. А мы тоже искали, откуда это русское село. Ну, вот как бы легенда поставила всё на своё место. И кордон, и шведы. И русское село. И русское село. Валентина Петровна, ну как досматривать-то эти места? Кому передать это? И даже вот сейчас, как досмотреть эти кладбища? Вы говорили, что хорошо, чтобы школьников привлекали к этому. Конечно, молодёжь. Всё это нужно отдавать молодым. Память эту, это через дело должно быть. Не просто вот читаешь, смотришь. Это конкретное дело должно быть для ребёнка. Но самое главное, что и сердце по-другому будет настроено. Вот ты говорили про девушку, которая приехала. Да. Ни один случай был. Это было много раз. То есть приезжали дети, с которыми учителя ходили в походы. А они уже приезжают взрослые. Вот мы когда-то здесь приехали в 7 утра, вы ещё спали, мы вас подняли. И приезжают уже вот тоже с мужьями. Многие так тоже случайно приходят. А можно мы с семьёй приедем? Слава Богу, что это становится не просто достоянием отдельных любителей истории, а простых людей, которые тоже тянутся. Приезжают люди в качестве официальных лиц. Потом привозят класс своего ребёнка сюда из Минска. Есть интерес, я бы даже сказала, требует народная душа восстановления вот этой поруганной памяти. Именно поруганной. Потому что то, что происходит с теми захоронениями, в каком они состоянии, ведь это ж не просто так, если мы переступили через прах своих предков, и у нас будет всё хорошо. А кто-то в первой ворове в войне участвовал из ваших родных? Да, конечно, мой дед участвовал. Ты и у Борисовича тоже. А они вообще что-то рассказывали об этой войне? Ну, во-первых, я того деда так не знаю. Осталась его фотография со своими армейскими друзьями, однополчанами. Она долго лежала у нас в семейном альбоме, а сейчас она так достойно висит в нашем музее. Вот он, участник Первой мировой войны, будучи человеком верующим, отправлял своего сына, моего отца, своего единственного сына на фронт. И он со Сталинграда начал и прошёл всю войну. Дед мой, отправляя его на фронт, говорит, служи достойно. Или грудь в крестах, или голова в кустах. И ещё, повторяю, единственного сына. То есть не то, что не ходи там, ну, как вот у нас сейчас такая тенденция, и в армии не служить. Ну, и как человек верующий, отмолил сына своего. Остался жив, мой раненый, перераненный отец. У нас родители военные, офицеры на боях и прошли тоже войну. Ну, и мамы наши, моя мама в прифронтовом госпитале, служила всю войну от Могилёва. Вот её вызвали там на операцию ночью, как в сарафанчике за мной заехали, на операционной сестрой была. И всё, и пошли раненые, и пошли, и пошли. По пять суток иногда не спали, как наступление. Эти прифронтовые госпитали на себе держали. Вот Борина, мама, угнанная была в Германию, поэтому все прошли, наши родители, войну. Просто пережить войну для каждого. И духовный подвиг прежде всего, потому что надо было выстоять. Это всегда кто-то рядом был, близкий, которого надо было поддерживать. Простый день мы снова наведаем Велещину. Здравствуй, родная моя! Я жив и здоров. Вчера сменились из окопов. Отдыхаем и занимаемся учением. Укрепляемся в ожидании грядущих событий. Ты меня теперь сразу не узнаешь. Мы давно порвали связь с той культурной обстановкой, в которой воспитывались. Здесь, в сырых траншеях, под пулемётным и гаубичным огнём, с души слетела кора, наслоённая поколениями. И мы стали свободны, чисты, просты, как дети. Поневоле любуюсь умением в австрийцев, в три дня превращать любую местность в полевую крепость. А наши, о господи, ну ничего-то им не надо. Выроют себе, как куры в пыли, по ямке. Бросят на дно охапку соломы, ладно. Отчего, ребята, не окапывайтесь как следует? Нам, ваше благородие, не к чему. И он оттого и бежит, что хороший окоп любит. Из хороших-то окопов больно неохота в атаку подниматься. А из наших мы завсегда готовы. Вот и пойми, где смешок, где лень, а где святость.